Всем привет, меня зовут Паша, вы смотрите Geek Sputnik TV. Я очень давно вам уже не рассказывал про разные приложения, которые я использую, и сегодня я вам расскажу про два очень полезных приложения, которые мне очень нравятся. Первое приложение называется Say Hi, и это приложение, которое позволит вам разговаривать и понимать практически на 30 разных языках. Второе приложение, это приложение, которое когда-то называлось Read It Later, сейчас оно называется Packet, и это приложение, которое поможет вам организовать всю эту информацию, которую вы считаете в интернете, в одном очень удобном месте и вернуться к ней, когда вам удобно, а не когда вам прислали, скажем, какую-нибудь ссылку на какую-то статью. Но перед тем, как мы все это начнем, у меня к вам одна есть просьба. Мы сейчас, если вы слышали, на iTunes находимся достаточно на хорошем месте, и у нас там есть небольшая рекламка, которая появляется теперь на iTunes, потому что в русском iTunes нас смотрят достаточно много, но мы хотим от вас небольшую помощь. Если вам несложно, зайдите в iTunes, найдите наш подкаст Geek Sputnik и там, проголосуйте за нас и напишите небольшое мнение о том, что вам нравится или не нравится в нашем подкасте. Это нам очень сильно поможет, поскольку это нас поднимет еще выше в рейтингах iTunes. Ну, все, огромное вам спасибо за это, за те, кто пойдет и это сделает, а сейчас давайте начнем с эпизода. Первая программа, о которой я вам хочу рассказать, называется Packet. Эта программа как-то называлась Read it Later, они сейчас все поменяли, и перед этим она стоила деньги. Сейчас эта программа бесплатная, и работает она практически на любой платформе, какую бы вы ни выбрали. То, что вам позволяет эта программа делать, это как бы составлять себе газету, которую вы потом сможете позже прочитать. То есть, скажем, если вам кто-то прислал какую-то ссылку, и вы ее не успеваете сейчас прочитать, или вы ее увидели на айфоне, или на вашем компьютере хотели бы ее с собой взять на iPad куда-то, эта программа вам позволит сделать это, и причем в очень удобной форме, и потом это вам все очень разложит так удобно, чтобы вы могли это очень легко найти вот в этой вашей как бы персональной газете. Давайте я вам покажу, как это работает. Одна из самых удобных фичеров этой программы, это то, что вы можете добавлять статьи в эту программу прямо из вашего браузера в Safari, или любого другого браузера на любой другой платформе. Происходит это очень просто. Вы заранее вставляете в ваш букмарк специальный код, который после этого будет подключен к вашему аккаунту, и позволит вам очень просто добавлять эти статьи. Вот мы открыли пакет, закрутили стрелочки, и сразу добавилась эта статья, которую я только сейчас туда вставил. То есть вот так вот это все выглядит. Расклад статей может быть разный, то есть вот такими большими квадратами, или вот так вот просто в списке, если вам это более удобно, с небольшой картинкой слева. Также вы можете делать поиск на любые кейворды, то есть в этом случае, например, я хочу увидеть все статьи, которые разговаривали о iPhone. Опять же, каждую из этих статей вы можете отдельно редактировать, даже без того, чтобы заходить в саму статью. То есть вы можете выбрать, если она у вас будет в избранных, если вы ее уже почитали, вы хотите ее просто стереть, или просто даже добавите какие-то кейворды. Также в самой статье вы можете менять все от цвета страницы, изменять яркость, менять шерифт, размер шерифта, ну и также как будет выглядеть каждый параграф статьи. Ну и, конечно, как в любой другой программе, вы можете этим всем делиться через Twitter, Facebook, или через огромное количество других сервисов, которые предлагает эта программа. Вы также, конечно, можете редактировать больше, чем одну статью, то есть если вы хотите их стереть или что-либо другое, вы можете сразу выбрать несколько их и сделать все это как бы одним махом. Также эта программа работает с многими другими программами, например, как Flipboard, а вы Flipboard можете, опять же, найти ту статью, которая вас интересует. После этого нажимаете на кнопку и выбираете Read it later. И сразу эта статья появляется у вас в списке в пакет. Ну и, конечно, точно так же это все работает на iPhone, Android и на других платформах. Вот, например, я вам открою сейчас это на моем iPhone. И, опять же, то есть все находится так же на моем iPhone и на моем iPad. Установив приложение для вашего браузера или просто добавив туда букмарк, теперь вы все так же можете добавлять прямо с вашего браузера на вашем компьютере. Ну и, конечно, весь этот же материал будет доступен через обычный браузер на любом компьютере или на любом другом девайсе. Ну а следующая программа называется Say Hi. Я думаю, это та программа, которая показывает нам, насколько наш мир становится все меньше и меньше и насколько скоро технологии решат многие проблемы, которые на сегодняшний день у нас есть. Одна из этих проблем, это когда вы едете в другую страну или просто хотите кому-то что-то объяснить, и человек не разговаривает на вашем языке. Программа Say Hi позволяет вам это все сделать на 34 разных языках. Это работает очень просто. Вы можете ввести или текст, который тогда будет переведен в голосовую форму и на тот язык, который понимает человек, с которым вы пытаетесь общаться, или просто сказать это телефону, который также это переведет на необходимый вам язык, и, конечно, обратно человек вам точно так же сможет ответить. А давайте мы сейчас вам покажем, как это работает. В роли Барбары с белым телефоном сегодня у нас Лада. Давайте начнем. Привет, как тебя зовут? Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Барбара. Как дойти до ближайшей аптеки? Как дойти до ближайшей аптеки? Большое вам спасибо за помощь. До свидания. Спасибо большое за вашу помощь. Нет проблем, брат. Удачи. На сегодняшний момент из 34 языков, 9 языков только могут переводить на этот язык, но не смогут понять ваши голосовые команды, то есть вам придется это напечатать. Русский язык работает полноценно. Один минус этой программы, это для того, чтобы она работала, вам все время нужно быть подключенным к интернету. Если у вас интернета нет, программа эта работать не будет. Огромное спасибо всем, кто смотрел этот эпизод. Как обычно, не забывайте на нас подписываться, оставлять нам лайки и, конечно, оставлять нам комменты. Для нас это все-все очень важно. Также, как я вас уже просил, не забывайте зайти на iTunes, и если вам не сложно, поставить нам там оценку. Огромное всем спасибо. До свидания. Увидимся в следующей неделе. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok